Взяла глицарь, взяла темноты, коричневый, розовый, ультрамарин и начинаешь вот такое вот такое вы сделаем. Все должно потечь. Вот так потечь. Итак, розовый, коричневый и ультрамарин и пусть течет. В центре ты возьмешь желтый и красный и тоже пусть течет. Вот эта течь нас интересует. Нас интересует, чтобы краски было немного и она была акварельна. То есть ты вот эту течь заставляет продолжить подтекание. Когда ты наполнишь вот таким содержанием весь холст, ты видишь, это почти акварель. Когда ты наполнишь весь холст, нам нужна просто темнота. Ну приблизительно наших цветов. Потом ты пять минут не прикасаешься к холсту и ждешь, когда краска станет. Развалитель летучится, а вещество станет. И она будет почти сухая, она почти не будет вот таких... Полностью, до самого низа. То есть я вверху, а ты здесь продолжаешь. Но тебя интересует вот такое положение вещества. Когда ты это сделаешь, потом на паузу будет. После паузы продолжим. Жалко, конечно, что она теперь не висит, вернее, не подтеками, но ничего. Значит, возьмем триапуленцию. Сейчас я триапуленцию несу. Ага, отлично. Держим. Если бы оно висело, то полосатые мазочки сверху сейчас легли бы как бы против тех мазочков. То есть был бы виден эффект заслонения. И это было бы очень как бы художественно. А так мы сейчас полосатые вынуждены класть на полосатые. Поняла? Почему я так расстроился, что ты... Значит, возьмем сиреневинку и прямо на это вгоняем сиреневые мотивы, голубоватые сиреневые мотивы. Оно прекрасно прозрачно садится. Так, утренне садится. Это и здесь, это и здесь. Немножко вот здесь. Накидаешь, накидаешь. Перевернешь тряпку в другое положение. Возьмешь оранжевые разбелы. Желтый, розовый. Сначала в пользу розового. И начнешь отсекать свет от тени. Все больше переходя в желтый и наполняя эпицентр света желтотой почти золотого цвета. Хорошо? И, наконец, светлый мазок тюкнешь вот таким образом. Похожие действия и вниз. Здесь, если бы была потечность, как у него она осталась, было бы прекрасно. Ты, к сожалению, исполосатела. Ну уж, поторопилась. Возьмешь голубой, розовый и коричневый. И вот наши машины живут вот в этом пространстве. Уходят выше середины, вот где-то туда. Вот такими станкообразными пятнами наполняешь эффект множества. Вот она очередь автомобилей, у которых чуть светлее, чуть темнее, чуть светлее, чуть темнее. Потом берешь мастихин. И вот крыша автомобиля. Со светом на крыше. Капот. Со светом на капоте. Сзади машины. Те же проявления. На капоте, на крыше. И так далее, и так далее уходят в перспективу. Потом к ним ты начнешь прибавлять их цвет. Уже имея некое содержание. То есть у тебя выцарапано некое содержание. Под них подсунешь темноты. Темноты. Которые пальцем столкнешь вниз. И будет эффект отражения сразу. Ну, сзади машина примерно по той же схеме. Потом у тебя появятся фары. И отражение от фары. Где-то пальцем, где-то еще как. Ну, смотри, как прикольно залегло. Немножко плоскость будешь чуть-чуть обозначивать. По которой они едут. Чуть-чуть будешь добавлять синичку на стекла. Желательно тоже по форме. То есть по направлению стекла. Его падающий характер. С этой стороны примерно та же история. Хорошо? Давай. Траектория движения машин вот такая. А не вот такая. Так они высыпаются из ведра. А так они едут по плоскости. Если бы ты сначала сделала себе пометки, ты бы это увидела, скорее всего. Следующий ряд. Смотри, вот пометка их направленности. Даже еще выше. А которая напротив. А? Тоже валится из ведра. Так. То есть небольшой фигзак желательно. Темный под машинами. Вот по такой траектории. Здесь можно даже подобрать вот так и тогда уже протянуть, смотри. У тебя выясняется весь кусок. Это надо было изначально так закладывать, тогда бы мы с ним договорились. Света не хватило. Прикольно? Это линия горизонта, да? Да. Поэтому они там выстроились в цепь. Проводолики какие-нибудь, да? Вот они. Прямо что они могли бы быть и здесь. Могли бы быть со всякими там штуковинками. Ну, к примеру. Смотри какая перспектива сразу. Угу. Ну, давай. Вот где-то. Что-что? Я сначала что-нибудь выберу. Что-что? Все сначала не получается. Так. Смотри, я создал линию горизонта. Ты ее затоптала и не восстановила. Если помнишь, здесь появились вот такие звуки. Да. Есть там такое, да? Что-то. Есть. Ладно. На неделю, я создал. Я не знаю, как выступили. Ну, в этом я не могу. В этом я не знаю, как выступили. Накобильник. А вот. В этом я не могу. Ну, я держу. В этом я не знаю, как-то пробежали. Нет здесь в эту сторону ничего Все висит И не должно быть ничего в эту сторону Это кромка дороги Кромка домов Поэтому здесь все висит Здесь нет ухода дороги туда Капот следующей машины Крыша следующей машины И вот ступень ухода Большая ступень Меньше и меньше Большая ступень ухода Большая ступень ухода Большая ступень ухода Большая ступень ухода Субтитры сделал DimaTorzok Смотри, как хороши любые блики На этих поворотах, закруглениях В общем, даже не обязательно уж прямо так четко рисовать Главное, чтобы побольше спецэффектов произошло Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Смотри, мутности чередую с жестким рисунком Прикольно? Да. Давай дальние машины нацарапай Ну, неплохо, неплохо там сзади Все, карла готова Только надо еще провода и бренки Не бойся, солдат Ребенка не обидит Вообще правда по такой траектории не бывает Всегда по провисающей Всегда по провисающей Трофебус У этих проводов не перспективно У этих проводов не перспективно Смотри, витринки какие-никакие Прикольно Прикольно? Ага Я же при тебе первый раз ушел вот так же просто Смотри, витринка Прикольно Ребенка Витринка 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 Но эти брызги я тебе не кинул, я тоже рискую. Это надо уж так приметиться, это надо уж так замешать деликатно. Прикольно? А вот так? А, да. Точно. Точно. Голючки. Точно. Ладно. Хоть немного сейчас дадим здесь содержание. Алло. Да, 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 приедем. Точно. Точно. Точно.